Наш сегодняшний день достаточно насыщен очень интересными докладами и надеюсь он будет не менее интересным чем вчерашний я получила огромное удовольствие послушав вчерашнее выступления наших коллег и зарубежных коллег и сегодня наш симпозиум называется особенности ведения хронического болевого синдрома палеоативной медицине его открывает джеймс клири с докладом основы обезболивания джеймс клири является профессором медицины медицинской школы университета индианаполиса старшим преподавателем и директором отделения поддерживающие онкологии онкологического центра имени саймона соединенные штаты индианаполис джеймс клири большой друг нашего приативного движения он часто выступает и в россии в странах снг и надеюсь сегодняшний его доклад почерпа пополнит наши знания о том как лечить боль палеоативных пациентов пожалуйста доброе утро россия меня зовут джим клири я являюсь профессором работаю в самим cancer center в индиане в сша и сегодня хотел бы рассказать вам об основах лечения боли а также определенных трудностях с которыми мы можем столкнуться когда помогаем онкологическим пациентам снизить уровень боли что касается идеологии лечения боли мы должны понимать что эта боль может быть связана с непосредственной инвазией рака с непосредственным влиянием рака может быть повреждение нервов также это может быть связано с токсичностью терапии которые получает пациент то есть причин раковой боли много и я сейчас хотела поделиться с вами одним клиническим случаем это пациентка у нее был рак груди опухоль 9 сантиметров были вовлечены лимфоузлы она была и rpr позитивно и она жаловалась на боль в различных участках тела в том числе в области плеча и спины и мы провели осмотр этой женщины выполнили сканирование всего тела здесь мы видим очаг в области плеча очаг в области позвоночника и таза очаг который мы видим здесь это контрастирование в мочевом пузыре таким образом мы решили рассмотреть потенциальные причины этой боли мы видим что справа у этой женщины рак легких и существуют определенные симптомы которые могут связаны с метастазами костной ткани то есть мы видим непосредственную инвазию и в некоторых областях мы наблюдаем вовлечение других нервов поэтому мы можем с уверенностью сказать что боли приводят именно метастазы в костной ткани как лечить боль при лечении боли мы пользуемся лестницей воз она появилась в 1980-х годах и это очень важный аспект изначально мы даем пациенту неопиоидный препарат стадиеватную терапию в случае если это умеренная боль сам предлагаем опиоиды и затем предлагаем более сильные препараты то есть согласно нашим данным мы должны ориентироваться на уровень боли и в случае если пациент испытывает тяжелую боль то нужно предложить пациенту более сильные опиоиды сразу же мы понимаем что ранее таким пациентам очень вначале давали более мягкие препараты давайте скажем несколько слов об эффективности данной лестницы есть несколько исследований с германией в рамках которых рассматривалось количество пациентов и эффективность аналгезии и в итоге мы видим что большое количество пациентов которые находились на второй ступеньке этой лестницы то есть это более слабые опиоиды значительная часть таких людей испытывала серьезную боль и серьезную токсичность и это также подтверждается в еще одном исследовании которое показало очень похожие результаты в случае если человек провел значительное время на второй ступеньке этой лестницы у этого человека возникали проблемы связанные с неадекватной аналгезией и побочными эффектами и поэтому я думаю что важно подчеркнуть что эта лестница работает но возможно на самом деле в ней только две ступеньки существуют различные медикаменты которые можно использовать и опиоиды являются основной терапией для помощи онкологическим пациентам можно также использовать нестероидные противовоспалительные препараты можно использовать адюватные анальгетики и я сейчас не буду много рассказывать об адюватной терапии здесь вы видите исследование которое прошло в Австралии в рамках этого исследования рассматривалась роль ацетаминофена это рандомизированное контролируемое исследование в рамках этого исследования рассматривались исходы то есть была группа ацетаминофена и плацебо плацебо и ацетаминофена. И что мы видим? Мы видим, что ацетаминофен позволил сократить боль на 1 балл по шкале от 1 до 10. То есть мы видим, что этот препарат позволяет достичь определенного результата, но этот результат очень небольшой. И мы не можем сказать, что всем таким пациентам нужно отдать ацетаминофен. Для облегчения боли. Вот здесь мы видим различные нестероидные противовоспалительные препараты. И я думаю, что эта сфера сейчас значительно развивается. Да, различные нестероидные препараты. Мы даем их с определенным интервалом 6-12 часов. И нужно очень внимательно относиться к таким пациентам. Вот здесь видите препарат тарадол. Очень сильный препарат. И максимальный курс составляет всего лишь 5 дней. То есть нужно с большой осторожностью давать этот препарат людям старше 65 лет. ВОЗ разработал рекомендации по помощи боли у детей. И здесь мы видим, что можно использовать для новорожденных младенцев и детей. Сейчас эти рекомендации пересматриваются. Но здесь сказано, что мы можем использовать ТЛО. Но на самом деле мы не должны использовать нестероидные препараты до того, как ребенок до сих пор более старшего возраста. Также есть максимальная доза препарата. То есть это ограничивает тот объем помощи, которую мы можем предложить таким пациентам. Поэтому сейчас мы рассматриваем различные рекомендации. Здесь видите рекомендации Американского гириатрического общества. И здесь также с осторожностью говорится об использовании нестероидных противовоспалительных препаратов у пожилых людей. И поэтому возможно, что опиоиды лучше подходят для лечения боли у пожилых людей по сравнению с нестероидными противовоспалительными препаратами. Существуют различные препараты, различные опиоиды, которые сейчас доступны. Здесь вы видите время действия препарата, наименование препарата. Есть препараты немедленного высвобождения, которые действуют в течение 46 часов. И есть также продолжительное высвобождение морфина, кзекатона, которые действуют в течение 12 часов. Есть определенная линейка опиоидов, она представлена в большом количестве разных стран, но опять же в большом количестве стран выбор для опиоидов ограничен. И, конечно, это связано с определенными опасениями с нашей стороны. Теперь давайте еще раз взглянем на эту лестницу и поговорим об опиоидах. Здесь вы видите базовую молекулу морфина и иных опиоидов. И что мы видим в этих двух участках молекулы? Здесь как раз происходит активность. Здесь вы видите, что я пометил кидроксигруппы морфина вот здесь и вот здесь. И именно это отвечает за его активность. И вот здесь мы говорим о том, что есть возможность связываться с рецепторами, составлять примерно 1 гидроморфин, более сильный, чем морфин. И у него даже еще более высокая афинность к нейрорецепторам. КДИН здесь очень небольшая афинность к рецепторам. Оксикодон еще меньше. И мы полагаем, что афинность к рецепторам МЮ связана с аналогезией у наших пациентов, когда мы используем опиоиды. Вот здесь вы видите сравнение КДИНа и морфина. И здесь мы видим разницу. Разница только одна. Одно отличие. И КДИН метаболизируется к морфину благодаря определенному веществу. Более слабый препарат. Называется CYP2D6. И он по-разному представлен у разных людей. Например, в одной этнической группе в Африке 20% населения имеют данный фермент. В Европе этот показатель находится на уровне 6-8%. Но в некоторых азиатских популяциях мы видим, что этот фермент практически отсутствует. этот фермент также может ингибироваться большим количеством лекарственных препаратов. И я думаю, что вчера у меня был такой пациент, который принимает оксикодон. В этом случае, если он принимает оксикодон, облегчения боли нет. но он получает облегчение в случае, если принимает морфин. То есть, это связано даже не с опиоидным действием морфина. Это связано с тем, что морфин относится к определенному классу лекарственных препаратов. Я думаю, что мы должны все это учитывать. Здесь вы видите фармакокинетику морфина после кодеина. То есть, здесь мы видим, что если у человека есть такой фермент, он получает кодеин, мы можем измерить морфин. Но в случае, если у человека нет того фермента, если мы его заблокировали, то мы видим, что такой человек не вырабатывает морфин. И мы видим, плохой метаболизм, практически отсутствует кодеин. То есть, это очень четкие данные. Понятно, что участников исследования было немного, но это четкое свидетельство того, что кодеин распадается на морфин. То же самое касается детей. У детей очень низкая активность CYP2D6. И в случае, если это ребенок до возраста 4 лет, то активность этого фермента составляет менее 25%. и это в особенности важно, когда мы движемся вперед и мы должны рассматривать различные лекарственные препараты, которые сейчас доступны. Оксикодон может быть одним из препаратов, который имеет такую же активность от тримедол, а такой же лекарственный препарат, у которого мы видим подобное действие. То есть, не всегда есть определенный метаболизм, который подходит для этого препарата. Таким образом, КДН разбивается на морфин и мы должны с осторожностью подходить к использованию КДН. То есть, я отношусь к КДН как к низкой дозе морфина, поскольку с энергетическим эффектом связан именно морфин. И это подтверждается в рекомендациях ВОЗ. Они были опубликованы несколько лет назад. И здесь сказано, что мы должны с осторожностью использовать КДН. И мы не должны использовать КДН для маленьких детей. Итак, по мере движения вперед мы должны обеспечить адекватный контроль боли и мы должны работать для того, чтобы улучшить наши результаты. Существуют и другие препараты. Здесь мы видим опять же КДН и морфин. Также можно рассмотреть Тромадол. И я уже говорил о том, что это препарат, который принимается в дозировке 50-100 мг каждые 4-6 часов. И здесь мы наблюдаем такой же метаболизм. Сейчас я хотел бы рассказать о морфине. И я думаю, что мы уже обсудили несколько важных молекул, которые здесь играют свою роль. И что мы сейчас можем отметить. сейчас хотел бы пропустить несколько слайдов. Вот что мы видим. Это кинетика. Мы видим такую картину, когда даем пациенту морфин в дозе 25 мг. По оси Х мы видим время, по оси У мы видим концентрацию. Таким образом, когда мы даем пациенту оральный морфин, наблюдается высокий пик, который постепенно снижается со временем. И определенное количество вещества остается в организме пациента. В случае если мы даем морфин один раз в 4 часа, мы видим вот такую картину по кинетике. И хотел бы напомнить вам, что в противовес такой линейной шкале на шкале У здесь мы видим вот такую шкалу. Мы видим, что есть определенные сокращения, но наблюдается пик, затем спад, затем кривая вновь растет, видим пик, видим спуск, и мы видим, что этот паттерн повторяется в случае если мы даем морфин. Вот что происходит в случае если мы даем дазу 25 миллиграмм морфина и 60 миллиграмм морфина с более медленным освобождением. Здесь мы видим пиковую концентрацию и она не намного выше. но здесь мы также видим как морфин сохраняется в организме в течение времени. То есть область под грибой здесь намного больше. И именно здесь мы видим определенное англитическое действие. И в случае если мы поднимем эту линию выше мы видим определенные изменения. Вот что мы видим в прошествии 12 часов. Мы видим концентрацию, видим начало, первый обнаруживаем признак, но затем мы наблюдаем, это действие длится в течение 12 часов. И мы не наблюдаем таких пиков, которые мы наблюдали ранее. Возможно это связано с ненадлежащим уровнем. Что касается метаболизма, необходимо рассмотреть концентрацию. И здесь мы наблюдаем концентрацию замедленное высвобождение. Такие препараты позволяют достичь очень стабильного уровня. это идеальная кинетика. Однако, что мы видим, когда мы даем такую концентрацию? Есть пиковое значение, потом мы видим определенный спуск. То есть, в случае, если мы видим подобную картину, необходимо задать себе вопрос, что на самом деле здесь происходит. В случае, если пациент жалуется на то, что он не получает надлежащую аналгезию, возможно, необходимо увеличить дозу продукта замедленного освобождения, поскольку мы хотим попасть сюда, в терапевтическое окно. Однако, в случае, если пациент получает анальгезию, и анальгезия не продолжается в течение достаточного времени, нужно будет изменить свой режим и давать пациенту дозу каждые 8 часов. И я работаю таким образом примерно для 3 пациентов. Они говорят о том, что у них прекращается боль, и в последние 4 часа они должны принимать более агрессивные препараты, и мы даем им препарат 1 раз в 8 часов. В случае, если мы даем пациенту такую дозу 1 раз в 12 часов, или если мы увеличим дозу, то растет риск токсичности для пациента. Вот что мы видим. Когда даем пациенту препарат с интервалом 8 часов, мы видим более стабильную концентрацию, и в итоге мы достигаем ситуации, когда у нас лучше получается контролировать боль, и лучший аналогический эффект. Также существуют продукты, которые действуют в течение 24 часов. Вот здесь, например, мы видим кофенол. Сейчас есть и другие продукты, действия которых сохраняются в течение 24 часов. И здесь мы видим область под грибой. она несколько больше, чем у препаратов замедленного освобождения. Это сниженная доза, но здесь мы видим, что очень похожая картина. 60 мг. И здесь вы видите различную кинетику. И область под кривой, максимальная концентрация. И здесь мы также видим срочный механизм, то есть время достижения максимальной концентрации составляет 8 часов. И необходимо объяснять это пациентам. Мы хотим объяснять пациенту, что они не увидят облегчение сразу же после приема препарата. Вот что мы хотим увидеть, когда речь идет о таких препаратах, как капанол, кодиан. В случае, если пациент принимает их один раз в день, мы хотим получить даже еще более стабильную концентрацию препарата со временем. гидроксигруппы теперь я хотела бы рассказать о метаболизме морфина. Здесь вы видите молекулы морфина. Гидроксигруппа активна, третья позиция молекулы, шестая позиция также активна, шестнадцатая позиция также активна. И именно здесь мы видим основное действие. когда речь идет о метаболизме примерно 10% морфина распадается и это вещество все еще активно. То есть это метаболит он активен, поскольку это гидроксигруппа все еще активна. Примерно 60% распадается печени. Возьмем такую третью позицию. Это уже не активная молекула. То есть в этом случае уже нет гидроксигруппы. И здесь молекула изменяет свой характер и перестает быть активной. И все это происходит в печени. И это происходит в том числе в ситуациях, когда у пациента тяжелое заболевание печени. Здесь мы видим исследование, которое прошло в Великобритании несколько лет назад. Я в рамках этого исследования рассматривалась генетика морфина. Давайте посмотрим эту картину. концентрация в плазме. здесь мы видим активный морфин и неактивный морфин. Морфин 3-глюкорид и морфин 6-глюкорид. Здесь мы видим время. Морфин давался пациентам внутривенно и исследовалось кинетиком. Здесь мы видим пациента с почечной недостаточностью. Он не получал диализ. И мы видим, что морфин не очень сильно изменил эту картину. И затем мы видим, что морфин 6-глюкорид совершенно не очистился. То есть такой продукт не выходит из организма. И мы полагаем, что морфин 3-глюкорид продукт, который связан с большим количеством побочных эффектов. Вот здесь я вновь провел такую работу. Это люди с почечной недостаточностью, которые получили диализ. И здесь мы видим, что диализ приводит к освобождению данных продуктов. Но в случае, если пациент получал трансплантацию почки, принимал морфин, то здесь мы видим, что по прошествии 24-х часов уже происходит очищение от этих продуктов. То есть почки играют важную роль в этом процессе. Поэтому мы должны очень аккуратно назначать морфин для людей с почечной недостаточностью, в особенности, когда мы говорим о людях на финальном этапе жизни. Возможно, в этом случае мы будем давать им этот продукт менее часто, или вообще не будем давать людям такой препарат. Поэтому возникает следующий вопрос. Какой препарат лучше всего использовать? Было проведено исследование в Канаде. Робин предложил следующее. Он сказал, что мы должны давать меньше жидкости людям, которые получают морфин в конце жизни, для того, чтобы почки могли с этим справиться, для того, чтобы не развилась нейротоксичность миоклонус, возбуждение мышц, спутанность сознания, делирий. И это было подтверждено и другими группами, в том числе группой AP7, которая предложила продукты, которые для пациентов с почечной недостаточностью. И здесь речь о том, что мы можем использовать аксекодон или гидроморфон в этих условиях. И мы должны это учитывать. Итак, это метаболизм морфина. Сейчас я хотела бы рассказать о гидроморфоне. Это очень похожий продукт, но несколько отличается от морфина. то есть в принципе он очень похож. Фентанил еще один продукт. И здесь вы видите различную структуру фентанила. И это значимо. Когда пациент получает фентанил, мы должны понимать, что действие распространяется в течение 72 часов, максимальный эффект достигается спустя 10-14 часов. Даже несмотря на то, что метаболизм фентанила достаточно быстрый. Вот здесь вы видите корреляцию. То есть мы видим, что когда мы вмещаем эти патчи на разные участки тела, мы наблюдаем, что время будет таким же, но мы видим корреляцию между дозой, максимальной концентрации, достижением максимальной концентрации. Но опять же, это микрограммы в час. Мы говорим сейчас об этих патчах. Здесь вы наблюдаете картину по контролю боли, качеству сна. В принципе, разница не очень большая. И здесь важно отметить, что запоров было меньше, если пациенты получали патчи фентанила в одном из ранних исследований. Это было подтверждено и в других исследованиях. Также в этой популяции меньше рвоты. Это какой-то общий опыт. И достаточно часто нам говорят, что благодаря этому можно достичь более стабильного уровня. Но если мы рассмотрим сравнение, конверсию, то мы увидим, что здесь результаты очень разные по концентрации, которую мы можем давать. То есть в принципе диапазон широкий. Это означает, что мы должны с большой осторожностью относиться к таким пациентам. Здесь вы видите исследование. Оно прошло вам Ди Эндерсон. И заключение было сделано следующее. Основные преимущества связаны с сокращением симптомов запора у таких пациентов. Теперь давайте посмотрим на уровень концентрации. Вот какую картину мы видим в США. И здесь мы видим, что этот диапазон концентрации и опять же здесь мы видим расширение. Это исследование, в рамках которого приняли участие 10 пациентов. Минимальная группа, максимальная группа. И здесь можно сказать, что все не так уж и плохо находится в рамках этого диапазона. Однако если мы рассмотрим оригинальное исследование, мы увидим здесь много таких линий. То есть в этом случае пациент получал патч, новый патч, новый и снова, затем изучал скинетика. И причина, по которой я решила вам показать эту картину следующая. В случае если вы будете наблюдать такого пациента, мы увидим, что кривая опускается здесь, затем я помещаю новый патч, мы увидим значительное увеличение и затем вновь спад. И у нас есть и другие пациенты, которые показали очень похожую картину. Поднимается вверх, опускается вниз. Таким образом возникает вопрос, насколько это в принципе эффективно. Мы должны об этом подумать и не считать, что фитинолог является панацеей. Однако это может быть достойным препаратом при почечной недостаточности. APC разработала рекомендации в плане ротации опиоидов, в плане того, что мы должны делать. И очень важно, чтобы пациент получал разные опиоиды. Как районовский обзор. Здесь также сказано, что ротация опиоидов может сыграть важную роль. Необходимо, чтобы у нас были доступны разные опиоиды и необходимо правильно их использовать. И эта концепция ротации опиоидов речится о том, что мы должны менять опиоиды. И в принципе это такая же ситуация, как когда фермер выполняет ротацию культур. То есть мы не считаем, что нужно один месяц получать один препарат и другой препарат. Но здесь скорее такая аналогия, что если у пациента очень серьезная боль, токсичность, то в этом случае можно предложить пациенту другой опиоид. И это позволяет нам значительно облегчить состояние такого пациента. ротации опиоидов. Они это подтверждают. В заключение, когда мы говорим о том, что нужно дать пациенту каких-то лежащих лекарственных препаратов, необходимо правильно выполнять эскаляцию. Когда мы увеличиваем дозу морфина на 10%, эффект может быть очень небольшим. Если у пациента серьезная боль, мы должны увеличить дозу на 50-100%. Это ежедневное потребление опиоидов. Таким образом, примерно 2 трети общей суточной дозы препаратов замедленного высвобождения и 1 треть общей суточной дозы это препарат немедленного высвобождения. В случае, если мы будем следовать этим рекомендациям, то мы сможем продвинуться вперед и обеспечить надлежащую анальгезию практически 90% наших пациентов. И нам не придется проводить каких-либо вмешательств. На этом я хотела бы завершить свой доклад. Спасибо за внимание.